Здравствуйте! Это «Простая экономика» с Алексеем Авдонином. В современном мире выиграют только те страны, которые ориентируются на полноценное развитие своего общества. Любые нечестные разделы коллективного дохода, когда работают все, а маржу присваивают только один золотой процент, неизбежно ведут к жестоким противостояниям властных элит и простого народа. Стабильность общества гарантируется справедливостью. Наш президент 30 июня на торжественном собрании в честь Дня независимости четко определил, Беларусь сейчас выступает ярким примером для простых европейцев-американцев, примером того, как можно выстраивать сильное самостоятельное государство, где нет пропасти между богатыми и бедными, где есть социальная защищенность всех граждан и где сохраняются традиционные ценности. Протесты, которые все больше охватывают Европу и англосаксов, это не рядовые выступления недовольных. Нет, в их основе лежит четкое осознание народными массами своего нежелания жить там, где общество делится на касты. Привилегии получают избранные, а простых граждан в погоне за наживы погружают в беззаравственную бездуховную пропасть. По данным Wall Street Journal, число бездомных в США в 2023 году выросло на 9%. Это связано с повышением цен на недвижимость и с массовыми выселениями людей из домов. Простым гражданам никто не помогает. Никакой социально-ориентированной экономики не можешь платить. Все, ты не нужен. Пошел на улицу. Вот и сами политические журналисты США интересуются, почему Вашингтон тратит миллиарды долларов на нацистов в Украине и не помогает своим бездомным. Отвечаем. Потому что глобальные интересы элит важнее благополучия простых граждан США. Текущие протесты во Франции показали, западные элиты боятся, им страшно. Они поняли, что не сегодня, так завтра народ выйдет на улицы и сметет патрициев. Кто-то окажется в тюрьме, кто-то пойдет на эшафот, будет покончено с неолиберальными ценностями. Тема социального неравенства затрагивает и Италию. Число нуждающихся выросло там в 2022 году на 12,5%. Благотворительные центры в прошлом году обратилось на 28 тысяч бездомных больше, чем в 2021. Почему они так страдают? Не задавались вопросом? Потому что Европа жила прекрасно на дешевой энергетике из России, на сбыте своей продукции у нас, на территории союзного государства Беларуси и России. А сейчас все. Стоп. Топливо дорогое и товары никому не нужны. Итог. Массовая безработица и инфляция. Их неолиберальная модель – это модели захвата и порабощения. Жизнь за счет других. Белорусский народ не ориентируется на колониальную экономическую модель. Мы никогда не захватывали чужие активы, территории, ресурсы, людей. Благополучие белорусов формируется ежедневным трудом, общими усилиями. Мы созидаем и становимся сильнее, тем самым гарантируем независимость и мир на нашей родной земле. Наш труд и усилие – это и есть цена нашей независимости. Запад нас не любит и боится. Мы показываем простым людям зарубежных государств, как может быть по-другому, когда интересы народа, а не олигархических кругов, на первом месте. Сейчас идет война именно за будущее не только славян, но и всего человечества. Либо рабство, либо государственность, независимость, территориальная целостность и безопасность. Нас вновь хотят поставить на колени и уничтожить. Но мы, белорусы, готовы ответить адекватно. Это была «Простая экономика» с Алексеем Авдонином.